Конечно, многие скажут, что ты уже задолбал своим, не моим, конечно, пригоженным, террористам, врагом Украины, уркой, зэком и тому подобное. Это нужно не мне. Это нужно прежде всего Украине и ее победе над оккупантом вечным. Потому что чем больше, чем лошее, чем лоховитее граждане Украины, сама Украина с гражданством, тем закабаление этих граждан будет постоянным. Даже пригожим. Стоило ему лохануться, терр каюк и тому подобное. Если его убили, конечно, потому что есть версии, за которые можно притопить, что его не убили, что там двойник поехал. Уткин будет ехать, сори, лететь двойником, да? Что, Уткин лох тогда с двойником пригоженного, да? Значит, что-то тут не то. Или российские спецслужбы такие лоховские, что не убедились, он бедингт основательно, что в этом самолете будет лететь пригожен, чтобы его тарам-тарам сбить. Или там включить взрывчатку. То есть, смотрите, какая бодья. Это психологический фактор сработал, что пригожен настолько расслабился, что он же никогда бойцом не был, да? Он же все время был на каких-то там нижних ранговых, вот этих уркоранговых позициях там по жизни. Ну, какой из него боец? Ну, он повар, блин, был. Какой боец? Приносить хапку каким-то, блин, этим и тому подобное. Ну, повар замечательная профессия. Ну, мы говорим о чем? О войне, о хищнических движняках на России, от которой зависит, умрут ли украинцы на передке, сколько, там, сколько продолжится, даст ли Байден оружие и тому подобное. От этого очень много зависит. То есть, смотрите, Путин такой же чмочник, которого чморили, он не боец, он не этот, это. Его чморили, ну, ему досталась власть, и он ее воспользовал. Ну, и Пригожину частично досталась власть. И он ей частично воспользовался, потому что у него было мало власти и за мало силы. Над Акоилей на подступах к Москве взорвали бы мосты и тому подобное. То на то бы и вышло. Ну, вышло бы, ого-го, повстание Пугачева. Исторический момент для Пригожина был. Но, увы, закончил плачевно для, как бы сказать, Пугачевского, для миссии Пугачевского восстания. Короче, смотрите, есть такая крутая версия, что американцы, как бы, не то, чтобы содействовали, ну, каким-то образом, может, скеровывали, направляли действия, чтобы Путин, кроме армии, развивал еще и, ну, не скажем, добробата, это кощунственно звучит, ну, скажем, преступные, квази-параллельные армии формирования незаконные вооруженные на России. И он их начал развивать, потому что, ну, боялся, что его, ну, боялся, что это логично, что какой-то Шойгу, такой же, как и Путин и Пригожин, то есть не княжеских кровей, какой-то тувинец, будет действовать так же, как и Путин, заимея в руках больше власти, чем эти, как их, мусорота и квази-мусорота и тому подобное, эти, короче, формирования мусорские на России. Ну, как, мусорота будет против танков, да, это понятное дело. И так бы, вот, Шойгу, приехал бы к Путину, слышишь ты, бля, что ты это нашел, давай, бля, по-другому. Это не нужно было Путину, и он его взял, Пригожина, как противодействие, уркопротиводействие, ну, а поскольку, ну, Шойгу, армия, чтобы, блин, все его слушались над ним, ходили на сыпках, но это работает тогда, когда берется легко, как нож по маслу, чья-то территория, и там чморятся, чморятся люди, убиваются, голодоморы и тому подобное, репрессии. А когда эти люди дают достойный отпор, то тогда эта схема не работает, противодействие армии и урок, чтобы все слушались и на циклах ходили перед Путятиной. Вот так оно и вышло. То есть, но, что такое, что такое Америка? Это Байден и ЦРУ. Дело в том, что Байден, как бы, оставил Пригожина на то, что начал он противодействовать армии. Это не то, что ЦРУ разработала Пригожина, и он начал по теркам ЦРУ делать так, как он делал. Просто так вышло, ну, я не скажу, чтобы ЦРУшники аж настолько были мудры и умны, навряд ли. Но так вот как-то вышло, что то, что они как-то разработали, чтобы создать на России параллельную армию, то и получил. И Пригожин уже действовал, исходя из того, что у него оставался только один путь, вот этот, на Москву, а потом сдаться и быть уничтоженным. Но он еще мог послужить ЦРУшником, противодействовать Китаю в Африке, и зарабатывая уже не Путину баблявечку, бабло, гельте, маме, фенензе, а себе и еще кому-то там. То есть он мог бы Пригожин разом с ЦРУшниками отрезать Путину дорогу в Африку и действовать там уже через, ну как, как этот, как гуру африканский. Но Байден настолько чмошен, извиняюсь за вооружение, но мы же видим, как он воспитал сынка своего Нарика, что он, для него это, как и для российского генштаба, оказалось слишком, ну, слишком заумная задача, чтобы ее реализовать. Поэтому вот так вот оно и пошло, как пошло. Один чмошник сдал Пригожина, ЦРУ Байденовская, вместо того, чтобы она работала на Америку, на НАТО, там, ну, хотя бы против Китая, потому что Китай туда уже тюхал в Африку 120 миллиардов баксов, и он начал ее захватывать. Вот такие-то двишники. Получается, иквал, ганс и галь, что как во Вьетнаме бросил Байден, не голосовал за тех про-американских вьетнамцев, как при Обамах, Шмабамах, Бенгадзе бросили американцев, как в Афганистане бросили американцев, вот уже последние, уже не надо повторяться, блять, банально, так и здесь бросил Байден Пригожина. А мог бы разработать, мог бы Пригожин быть вариантом, да, он жестокий террорист. Но как с урками по-другому? Это же невозможно, нелогично. Потому что урка – это генетически криминализированный материал. Если дать ему свободу, этот материал будет заниматься только уркаганчеством, ранговым, строить уркагановскую свою среду. И все. На большее этот материал не способен, потому что он культурно деградирован. Простое объяснение. Редактор субтитров А.Семкин